Всем доброго времени суток! Меня зовут Вангард, и сегодня мы играем в Лаид 2. Первая часть мне понравилась, она была довольно интересной игрой. И такой, на самом деле, уютной и ламповой в каком-то смысле. И, конечно, мне было бы интересно поиграть и в вторую часть, а также и в третью, но это чуть попозже. Дракон Пожиратель Лжи и Лазурный Луец Нов. Начинаем. Однажды жила-была белая пушистая овечка. Овечка питалась кошмарами, потому выживала благодаря людским снам. Мне даже нравится начало. Но однажды овечке надоел вкус кошмаров. Именно тогда овечка видела девочку, которая с ним вся чудесный счастливый сон. Овечка тайком съела её радостный сон, который был восхитителен на вкус. Но девочка, чьи сон и мечты были украдены, стала не более чем пустышкой. Конец. Довольно прискорбанная история. Ради чего я рождён? Почему я могу есть людские сны? Разве это нормально? Нормально ли просто есть их? Лучше пойду в постель. Кстати, надо бы пересмотреть вступление лаид первой части, потому что там тоже что-то подобное было. Можно сказать, видели виновника заранее. Шляпа немного великовата для меня. Но это не важно. Эй, ты действительно можешь просто так взять это? Тот парень сегодня же спал. Конечно могу. То есть я же оставил ему свою одежду, не так ли? Я взял все наши деньги из своего нового наряда. Ладно, это одежда, разве на Ниперпаху и Конно и амуниции в том городе? Не смею жаловаться, когда амуниция на лошади. Значок? Что это? Это то, что носит стража. Только не говори мне, что я тупоголовый стражник. Страж место отдыха. Огород. Близко, но это не Марка Сигар. Здесь написано Гарольд. Значит здесь меня зовут Гарольд. Хала. Хаоса идет. Тебе будет легче это заполнить. Поняла? Надеюсь, они не узнают мое лицо. Я попытался сделать похожую прическу. Если повезет, мы останемся здесь на ночлег. Но в случае чего сразу же сбегаем, поняла? Что это за место? А оно не для игры, а для веселья. Веселье? Игры? Ура! Не реагируй так бурно, особенно сейчас. Хау, эфина. Ну и так, а Лео стал хауом. Отлично. А эфина так и осталась эфинной. Приятно видеть ваши знакомые лица. Эфина. 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 Эфина страшная. Добро пожаловать в лазурный город. Это наш элитный вес отдыха. Но сейчас вот разрешен только рабочим персоналом. Кто вы? Назовитесь? Есть. Номер 3, 055. Наверное, З 055. Гарольд Радфорд на службе. Номер З 055. Гарольд Радфорд. Даже это новичок, который только сегодня поступил на службу, брат. Ааа. Гарольд. Сколько тебе лет? 18, сэр. Ясно. Я бы сказал, что тебе слишком взрослые глаза для твоего возраста. Хорошие глаза. Глаза, видевшие смерть и различающие жизнь. Но всё же никакого алкоголя. Иначе мигом уволят. Хм, что это за ребёнок? Я Эфи, я папина. Это мы, может, сестра Эфина. Ааа, однако вы совершенно не похожи. Мы тоже не похожи друг на друга. Поэтому не должны плохо отзываться о нашем расцветах. Зачем делать это сейчас? В каком-то месте вы не похожи. Могу ли я спросить кое-что? Конечно. Можем ли мы на некоторое время остаться здесь? Хм. Пожалуй, лучше спросите менеджера. У вас есть причины на это? На самом деле, мы ищем нашу мать. Наш тец уже скончался. Потом мы покинули дом и путешествуем в поисках матери. Но на это нужны деньги. Поэтому я только и делаю, что устраиваюсь на временную работу. Ясно. Наверное, по своей гостинице бьёт по карману. Какая наблюдательная молодёжь. Лично я... Да, я бы с удовольствием принял вас. Я твёрдо верю, что менеджер разрешит вам здесь остаться. Большое спасибо. Если звучит за что-нибудь, можете рассчитывать на нас. Я старший брат, Том. Я младший брат, Марс. Хорошо. Ещё раз спасибо. Да пребудет с вами удача. Я Марс. Младший близнец. Точего не знает мой брат, обычно знаю я. Так что прошу, обращайтесь. Я Том. Старший брат Марса. Когда вам тяжко, проходите ко мне. Я помогу, чем смогу. Хорошие ребята. Лео. Точнее, Хаос совсем не похож на себя в этой карьере. Тебе 18, папа? А нет, просто этого возраста можно пить алкогольные напитки. И на значке этого парня был указан этот возраст. Ох, эти псы могут говорить. Это так круто. Это не псы, они люди. Что? Люди делятся на разные подвиды рас. Это зависит от того, как ты выглядишь. Но сейчас мы называем всех людьми. Тогда о чём разница между теми парнями и псами? Люди ходят на двух ногах и могут говорить. Все остальные. Все остальные. Животные. Нелезалека одни существа, которые похожи на людей, но в наши дни не называются драконами. В чём разница между драконами и людьми? Полагаю потом, что драконы могут использовать магию, а люди нет. Люди не могут есть ложь, быть бессмертными, или лишь проходить сквозь стены. И человеческая голова не полыхает пламенем, как ты в полосне. Давайте идём менеджера. Забыл спросить, как он выглядит. Ладно, я думаю, мы найдём его и так. Поиграем с ним немного, но игры, в общем-то, короткие, так что, думаю, мы и эту одолеем серии за три. Гробная газетная заголовка гласит, Призрачный вор носит ответный удар. Возможно, это именно про того овца снов, кто знает. Миленькое место, но, к сожалению, очень пустое. Чего-то мне кажется, что здесь играют в карты обычно. Да и тут, похоже, этим любят заниматься. Ловить нам здесь тоже особо нечего. Ну а что, книг? Повсюду книги, везде книги. В первой части тоже было много книг. Но это совсем уж странно. Что бы мы здесь могли быть распятия? Эта комната закрыта на замоке, вряд ли захочет открыть нам свои секреты. А тут что-то комнат, наоборот, слишком много. Похоже, это комната для постояльцев. Накрайно говоря, я сомневаюсь, что мы что-то найдём здесь сейчас. Одна из них, скорее всего, станет нашей, в итоге. Но пока что нам они не принадлежат. Поэтому давайте просто продолжим поиски менеджера. Тут, впрочем, всё похоже. В том же ключе устроено. На добрый день. Ох, у нас есть посетители. Это местные для игр. Вот, только поглядите на размер этих... Прошу извинить. Я Гарольд. Я совсем недавно стал стражем. Я ищу кое-кого менеджера. Но, как видишь, во сколько я новичок, я даже не знаю, как выглядит человек, которого я ищу. Ох, вот как. Менеджер – девушка с пояской на лице. Думаю, ты узнаешь её сразу же, как только увидишь. Ясно? Спасибо большое. Я слышал, что новый страшный молодой парень, но ты выглядишь довольно зрела. Большое счастье мне слышать эти слова госпожа. Хм, она вышла недавно, но скоро должна вернуться. Она никогда не задерживается. Может, столкнёшься с ней, если попродишь вокруг? Я должен отметить, что у нас есть много необычных костей. Ну, отлично, на работе. Да, мадам, спасибо. Девушка с пояской на лице. Я сегодня так не запутанно, и я думаю, что потом заперт. Честно говоря, мне показалось, что у меня есть пояска на лице, и раз уж на то пошло. О, как мило. Деревянная лошадка. Прелесть. Похоже, кто-то приехал сюда с детьми. Тарагон, это алкоголь. Да, за удовольствие всё это должно быть не дешёвое. Может, это воздушно здесь прохода, на самом деле? Нет, похоже, их тут нет. Мне всё же странно видеть нашего главного героя таким, но дофина совсем не изменилась. Похоже, все события на самом деле происходят исключительно внутри этого здания. Что-то... Ну, ладно, целого города. Впрочем, возможно, это что-то вроде названия отеля, так что... Кто знает, добрый день. Не вы ли нам нужны? Однако нет. А? Посетители? Сейчас всё будет готово. Извини, что отвлекаю. Я Гарольд. Если коротко, то я работаю здесь в качестве стражника. Гарольд. А, точно понял. Я слушал тебя. Чувствую в нём преступника. Если учишь менеджера, то она скоро вернётся. Как она же выглядит? Менеджер выглядит угрюмой, но у неё классный зад и такие ноги. Вау, ещё одну. Иди у тебя здесь, детка. Я, конечно, удивлял, что у тебя есть ребёнок. Я с самого начала знал, что я не Гарольд, не так ли? Ага. Потому что я его друг. По правде говоря, он неудачный кипенец, так что я ненавижу его. Да, убийственное сочетание. Не волнуйся, я никому не скажу. Чёрт, я благодарен тебе за то, что ты вместо этого тупицы. Но, возможно, возникнут проблемы. Знаю, устрою телефонный розыгрыш. Ха-ха-ха. Ты так похож на Хава. Что ты сказала, коротышка? В каком месте он похож на меня? А? Похоже. Эй, заштопанный парень, назови три свои любимые вещи. А, меня зовут Улкас. Думаю, я люблю пиво, деньги и женщин. И видишь, то же самое. Нет, этот парень бабник. А меня можно назвать шентльменом. Ответный удар, дружище. Нарываешься на драку? Они очень похожи, но, видимо, это не значит, что они подружатся. Эй, господин Улкас, что тебе ещё нравится? Ох, ну, учитывая мою работу. Мне нравится смотреть, как люди счастливы в таких весёлых местах. Что это за чертовщина? Ты солгал. Разберись, коротышка. Хватит назвать меня коротышкой. Назвай меня Эфи. Это моё имя. Печально, когда видео улкнуло прямо на лицо. Кажется, здесь легендарные вещи. Так, эта девочка может почувствовать лучше сесть в силу, когда-то лжёт, что и ложь появляется в виде монстра. А, так ты ненавидишь идти с людьми счастливыми? Хм, ясно. Ну, ненавижу, мне просто всё равно. Должен произносить человеческая печаль, кажется, мне намного интереснее. Как извращённо. Ай, посмотрите, кто-то сказал. А тебе я бы сказал то же самое. Несчёжение и счастье приносит мне радость. Дально паршив образ мыслей. Ненавижу это. Парень, ты странный. Но когда хал грустный, мне тоже грустно. Правда? Ну, значит, ты тоже странная. О, так здесь не чудаки. Ура! Хе-хе-хе. Так, значит, ты детка дракона или что-то в этом роде. Вау, верно? Да, ну, у нас уже есть что-то подобное. Ты имеешь в виду дракона? Ну, ребёнок, которого менеджер нашёл где-то пару месяцев назад. Он ест сны или что-то такое. И только драконы могут делать такие удивительные вещи, верно? Конечно, я этого не видел. Но даже утверждает, что он человек, а не дракон. Дракон-пожиратель снов. Копы никогда не останавливали тебя за то, что ты скажешь, что ездит с драконом. Эй, мы не делаем ничего плохого. Я беру я с собой только потому, что он непослушный и может делать странные вещи. Ясно. А, чёрт возьми, я должен прибираться, пока снова не попал в неприятности. Ладно, идите отсюда, ребята. Менеджер уже должна вернуться. Ага, удачи. Мне не нужна поддержка такого, как ты. Ну что же, отлично. Нас так подранили, к сожалению. Ну, ничего не поделать. Возможно, слух о том, что здесь есть дракон правдив. Будем искать информацию? Да, информация о драконах хорошо продаётся. Люсь ко всему. Возможно, мы даже узнаем что-нибудь и о тебе. Правда? Правда. Я почему-то такая счастливая. Надеюсь, менеджер скоро вернётся. Давай ещё немного побродим вокруг. Даже странно, что здесь никого нет. Может тут? Эм. Вот, кажется, и наш менеджер. Как ты думаешь, во что я собираюсь превратиться? В пингвин, в пингвина. Хорошо, ясно. Принимаю предположение. Ты видишь, что в моём рукаве ничего нет? Три. Может, ты не менеджер. Два. Что, ты правда превратишься в пингвина? Я тоже хочу. Один. Эм. Правильным ответом была овца. А за что ребёнок менеджера. Куда эта девушка? Она исчезла на мгновение. Как? Я же видел её. А? Что? Так вы посетители. Хотя, конечно, нет. Находиться здесь в такое время. Вы нарушители. Ой. Ай, госпожа, почему? Почему? Маленькая девочка. Ах, то мне Марс говорили мне о тебе. Так ты младшая сестра нашего нового страшника. Простите за это. Да, это наш менеджер. Ах, нет. Вернее, я хочу сказать, что было несколько неучтиво. Извиняюсь, раньше было палачом. И остались некоторые привычки. И вы показались несомнительными личностями, так что вы не сильно пострадали. Нет, всё в порядке. Моя вина, что я так неожиданно объявился. То есть нужно жильё? Ах, отнюдь. На втором этаже есть пестевые комнаты, которые вы можете занять. У нас есть ещё комнаты, так что... Да, вы можете занять дальнюю комнату на западной стороне. Твои главные обязанности, как стражника, патрулировать помещения и устранять конфликты между посетителями. Порой встречаются буйные, разгаречённые посетители. Пожалуйста, докладывай меня о таких. А, так ты можешь превратить их? Нет, но я могу наказать их кнутом. Я в долгу перед тобой. А, не суй представится. Я София Фанель. Справа от меня я Уильям. Можете назвать меня Уил. Честно говоря, он справится, чем больше похож на девочку. Уил, ты дракон? Нет, нет. Да, у меня есть рога, но это бараньи рога. Ох, так они разные. Но у меня есть дела, так что извиняюсь. Да, ты есть наш дракончик. До свидания. Эй, коротышка. А если ты прямо спросишь кого-нибудь, дракон ли он, то тебе не ответят да. Почему нет? Я говорю тебе, что драконы редкие создания. Так, нередки бухие парни охотятся за ними. Поэтому драконы обычно скрывают свою сущность, понимаешь? Ребята с полицией могут не скрывать этого. Потому что они достаточно сильные, чтобы защитить себя. Хм. Ты никогда не запрещал мне говорить другим, что я дракон, хал? Мне не нравится этот разговор. Давай пойдём в номер и отдохнём. Эй, честно, скажи мне. Что же, дальняя комната на западной стороне. Думаю, нам не стоит продать искать, собственно. Вот и она. Есть работа этой ночью, так что я немного отдохну. Если не будешь никого беспокоиться, можешь походить вокруг и повеселиться. Ты будешь работать? То, что я пришёл сюда, как Страш Гаральд, видишь ли. Я не профессиональный актёр, но всё не так сложно, если это моя первая встреча со всеми. Не утомляй себя сильно. Ты имеешь в виду физически или в плане уже... А, и так и так. Хорошо, понял. Если покинешь здание, не направляйся в город. Он огромен как ад. А, вот твоя закуска. Поешь, если будешь голодна. Ура! Что? Я хочу играть. Давай поиграем. Нет, не хочу тратить свою энергию на тебя. Давай поиграем. Не сейчас. Тогда дай мне что-нибудь сладкое. Я уже давал. Ещё. Больше. Всего немного. Прекрати кричать. В голове звенит. Пожалуйста. Ладно, хорошо, вот. А теперь иди поиграй. В другом месте. Ура! Что? Я больше ничего не дам. Держи тоже, Хал. Сладость и дело тебе радостное. Ну, как... Конечно. Спасибо. Хе-хе. Но эти конфеты и так с самого начала были моими. Здесь что-то есть. Звучит и наш и малый пирог. Надо чай... Ну да, надо смотреться в этих комнатах. Какая они всё-таки милая парочка. Ну что же. Давайте немножко осмотримся и не разокончим серию. Конечно, немного, я знаю, но... Всё же. Иначе хочется искать снаряжение. Да. Однако тут одни книги и никакого оружия. Ладно, в самом деле тут тоже может быть что-то спрятано, напади отыщи, может даже в этой стенке есть что-то скрытое, может в колоннах, что-то я совсем головой приехал. Вот никого, тем лучше. Это чуть-чуть алкоголь наверное не стоит, много спиртовых напитков, здесь что-то есть, больше уже с Яра Дракона. Однако знакомые все вещи, мы их уже все видели. Меж книгами заначика, возьмем ее себе. А, и что это мы нашли? А то есть если я сейчас нарядим ульфину. Слегка так. Надо как-то почувствовать, что мы ничего не нашли. Что конечно довольно прискорбно. Может быть тут есть кто? А, да, вот и Дракончик наш. Что такое? Хочу играть. Давай поиграем. Давай поиграем. Конечно, хорошо. Ты спрашивала меня, Дракон ли я так? Ага. Если я знаю, если бы я был Драконом, знал бы ты зачем был рожден? Или почему рождаются Драконы? Я не знаю. Даже Драконы, которых я знаю, не говорили мне об этом. О, как и я. Я могу есть лошадь, хотя я не знаю, почему я могу это делать. Ты ешь лошадь? Так ты почти как я. Ты тоже ешь лошадь, Ю. Ну не лошадь, то и что другое. Я могу есть только потому, что не могу насыщаться ничем другим. Но я не знаю, почему я могу есть лошадь. Я не знаю. Всё в порядке. Надолжить скором ты обязательно найдёшь ответ. Правда? Папа ещё тот ужас, но я не буду лгать тебе. Я тоже попытаюсь найти ответ. Так что не расстраивайся. Хорошо, спасибо. Я тоже постараюсь. В конце концов, тот оттачит меня, который я не знаю. Под папой ты имеешь в виду того высокого мужчину? Ой. Держи секреты то, что я называю его папой. Иначе у меня будут проблемы. Хорошо, я не проговорюсь. Иногда я называю Софию мамой. Ох, хорошо, я не одна такая. Должно быть, тебе действительно нравится твой папа. Да, я сильно люблю его. Могу сказать, что тебе довольно сладкий запах. А? Забудь об этом. Что? О чём? Ничего. Не нужно подготовиться, так что увидимся позже. Хорошо, пока-пока. Мы точно ничего особо добыть не можем, к сожалению. Давайте навестим лукаса. Эй, мисс. Не хочешь сыграть со мной? Эй, во что мы играем? Видишь ли, помимо подачи напитков, я показываю здесь фокусы. Не хочешь посмотреть? Фокусы? Это что? Игральные карты. Все остальные колоды ты можешь играть во все игры. Вау, на каждом разный рисунок. Прелестно. Ха. Никогда не видел никого, кто так восторгался от карт. А сейчас выбери одну. Любую. Только не показывай её мне. Теперь напиши на карте своё имя этой ручкой. Хорошо? Ам, написала. Хорошо. Держи карту лицом вниз и ставь колоду. По-моему, это просто хитрый трюк, чтобы узнать её имя. Настоящее. Хорошо, теперь я растасую карты. Вау, как быстро. Скажи мне остановиться в любое время. Хм. Стоп. Хорошо. Так, маленькая леди, не твоя ли эта карта? Эфина. Это она. Получилось. Вау. Вау, хорошая работа. Ха. Я рад, что тебе бы нравилось. Ай, Эмис, как тебя зовут? Эфина. Кхм. Тогда ты написала неправильно. Должно быть Э-фи-на. Ты написала Эфана. Эх, я думал, что написала правильно. Ничего страшного. В следующий раз всё получится. Да. Хорошо, я отдаю тебе этот туз червей, моя дорогая Эфина. Но эту ручку может стереть. Так что про три карты на ней ничего и не будет. Ура. Спасибо, господин Лукас. Эй, господин Лукас. Эти швы. Ты получил шрамы от равн? А? Они для красоты. Хотя, один настоящий. А, так? Ха, он тоже стильный. Это модно? У него тоже есть шрамы. Да, у него швы вокруг кубка. Хм. Откуда у тебя настоящий шрамы, господин Лукас? А, моя девушка ударила меня. Говорю тебе, надеюсь, я так олегатно, но держит меня, ну как на цепи. Это ж не глупо говорить с другими девушками. Не выроси-то... Не выроси-то больше, как она и Эфина. Я не очень хорошо поняла, но... Ладно. Скоро уже ночь. Придут посетители. Я сведу тебе оставаться в комнате, пока не здесь. Не бродите вокруг. Окей. Хорошо, увидимся. Что ж, давайте вернёмся тогда к хау. А, ложь, чья. Неважно. Я хочу есть. Сейчас я наемся. Не я. Че мне кажется, что это связано с суевым? Ложь. Я слышу, что-то болтовнёт. Наверное, приходят посетители. Хм, а теперь я вернусь к папе. Ну что ж, давайте и правда это сделаем. Ложья, пора. Я ухожу на работу. Что мне делать? Чёрт его знает. Ну, думаю, довольно поздно. Если тебе нечего делать, просто иди спать. Ну, спать. Ладно. Я не забрю случайно дверь. Я не хочу спать в коридоре. А, хочу спать. Не пойти ли в постель? Нет, хочу повеселиться. Ладно, думаю, мы на этом всё же закончим серию. С вами был Авангард. Надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующих играх. Точнее, видео. Я немножко сонный, поэтому путаюсь в словах, уж простите. Но пока тоже всё более интересно. Мне нравится. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok